Притаюсь по пунктам разложить. Мне бы хотелось действительно, чтобы спекуляции не было. Есть положение Рослесхоза, это та федеральная структура, которая распоряжается всеми лесами перед полномочиями нам, исполняет свои функции и финансирует их, где четко сказано, если леса находятся на таком удалении, что их в наше ближайшее будущее, 30, 40, 50, 100 лет, никто никогда не будет добывать. Нихай горят. Ну, это всегда было. Леса всегда... Представляете, нас с вами не было 500 лет назад. Леса горели, потом они восстанавливались, они вырастали. Там нецелесообразно. Затраты на их тушение будут такие, что нам и не снилось. Это нужно самолетами летать очень далеко. Это Катанский район. Там ни людей, ничего. Но леса фиксируются, термоточка с космоса. Мы видим, что там горят леса. И, естественно, эта площадь потом складывается в общую площадь. Там один из пожаров 1600 гектаров. То есть, начинается с малого после сухих гроз. Он разгорается, разгорается, мы его наблюдаем. И, понятно, если он пойдет в сторону населенных пунктов, то, естественно, будет отбиваться кромка пожара, и он будет останавливаться. Сейчас экономически это нецелесообразно. Почему мы бьемся за леса? Это сырье. Это сырье нужно продать, впустить в передел, получить доход в областной бюджет. В федеральный областной бюджет. И там где-то необходимо, мы, в первую очередь, применяем силы и средства. Вот если помните...